Теплая и даже жаркая погода у нас меняется прохладой. И на ближайшую неделю синоптики обещают, что может быть вероятность заморозков. Вот сегодня немножко поговорим о защите виноградных лоз от них. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию винограды. По призванию с нами все это понятно и доступно. Примерно неделю назад я показывала, в каком состоянии наши виноградные лозы. Сейчас мы находимся на дачном участке. Говорила, что будем открывать лозы в теплице и открыли лозы возле дома в три стенки. Почему? Потому что было слишком жарко и наши укрытия начинают уже работать как прогрев. Поэтому мы немножечко открыли, остальное собирались, но не успели. При этом на момент открытия мы, конечно же, смотрели прогнозы погоды. Потому что очень много уже пишут мне в комментариях, а будет тогда-то снег, а будет тогда-то замороз, а будет тогда-то что-то. Ребят, я умею пользоваться интернетом. И прогноз погоды я смотрю. И смотрю и на две недели, и на месяц. Но на самом деле самый адекватный прогноз – это дня на три, на четыре, не более. Все остальное, оно очень сильно меняется. И также я поясняла, что мы, когда раскрываем, мы четко понимаем, что мы делаем, как мы делаем и для чего мы делаем именно так. Это наше осознанное решение. На тот момент, как бы заморозков не обещали, и вообще все-все должно было быть в шоколаде. Но тем не менее сейчас такая вероятность есть. Ну, участок основной мы не успели открыть, но не успели, не успели. Значит, уже будет, как будет, конечно, не совсем удобно поднимать виноградные розы и подвязывать, когда уже почка начинает раскрываться. Но сейчас, опять же, ввиду того, что прогнозы на ближайшие дни не самые благоприятные, при этом достаточно прохладные температуры днем, порядка там 10-12 градусов, и, в принципе, ладно, лежит себе под укрытием и лежит. Ну, у нас есть пристенок открытый, да, который мы открыли, подвязали. Вот как сейчас выглядят на нем лозы. Как видите, на этих лозах у пристенка, ну, достаточно сильно почки распустились. И если бы они еще лежали под укрытием, вот ту неделю, да, когда было жарко, когда было плюс 25, сейчас мы ходили в летних платьях и изнывали от жары, да, то они бы раскрылись еще больше. Еще раз повторю, именно для нас, да, мы уже это попробовали, мы уже это попробовали несколько лет подряд. Ну, неудобно подвязывать с большими побегами. Много обламывается, это много надо потратить на это время, но выбираем так, как удобно нам, под наши условия. Пожалуйста, услышьте это, любите рекоментировать. Казалось бы, простые вещи, да, но их надо пояснять. Все, прошу прощения за отступление. Так вот, раскрыли, да, но существует опасность заморозков. На самом деле они могут быть, они могут не быть, да, опять же, любители присылают мне прогнозы погоды. Но прогнозы бываются на три дня, и то не точно. Вместе с тем, у нас два участка, да, деревенские, куда мы уже, скажем так, переехали жить до осени. И поскольку там у нас большой виноградник, который мы тоже открыли, то унитация, в случае чего, нам не совсем удобна. Поэтому, как я уже сказала, да, вот то, что, ну, пока здесь закрыто и закрыто, а то, что мы открыли, я сегодня прикрою. И покажу вам, как я это сделала. У нас пангонт тридцатка, десять метров. Ну, на самом деле они обманули. Не десять метров, потому что дом восемь с половиной. Ну, как видите, получился вот такой хорошенький шалашик. И вот теперь мы в таком состоянии можем оставить вообще на сколько угодно. Хоть на месяц. Можем поехать отдыхать, да, и не волноваться о том, что какие-то неблагоприятные погодные условия будут. Потому что это пристенок, да, с одной стороны он держит. Если будет какой-нибудь легкий минус один под утро, то тот пристенок сам по себе удержит. Ну, я же говорю, чтобы нам не волноваться, чтобы нам ни о чем не думать, я сделала вот такую конструкцию. На ее сооружение у меня ушло 15, ну, может быть, чуть-чуть больше минут. То есть все произошло очень-очень быстро. Укладывала в два слоя, хотя на самом деле, ну, даже одного хватило бы, повторяю еще раз, просто потому что это пристенок. Вот с этой стороны торец не совсем красиво закрыла, просто потому что мне не хотелось отрезать спангонт. Вот с другой стороны у меня был отрезанный кусок, и там он прям идеально лег. Здесь мне не хотелось отрезать, поэтому я вот так вот закрыла-закрыла, и этого будет достаточно. Единственное, смотрите, для облегчения своего труда можно было на спангонт положить, ну, даже какую-нибудь картонную ленту, да, чтобы потом эти скрепки от мебельного степлера было легче вынимать. То есть можно было это сделать, либо лента такая есть упаковочная, да, через нее вариантов миллион, кто на что гораст, как говорится, да, у кого на что фантазии хватит. Я сделала проще, ничего страшного, выковыриваем потом эти скобки, тоже не проблема. Опять же, кто-то скажет, ну, так у вас же пристенок деревянный, дома не жалко, нет, не жалко, ничего там страшного от этих скоб не будет. Это раз. Второй, если у вас пристенок какой-то другой, там, не знаю, бетонный, никто, вообще никто не мешает прикрепить туда деревянную рейку, брус, да, и сделать то же самое. Это, опять же, фантазия, да, тут очень широкая и возможности тоже очень широкие. Ну, и так мы плавно подошли к теме пристенков. В прошлом году я, когда у нас была тяжелая такая весна, были даже не заморозки, а морозы, да, я говорила, что пристенки вообще на самом деле наши все. Имея пристенок можно сделать вот такую конструкцию, можно ее сделать выше, можно ее сделать больше, она будет работать у нас как разгон, потом хоть в середине лета вы это укрытие снимаете, там вашим лозом тепло, там вашим лозом светло и все. Не надо ничего бояться, там, ни заморозков, ничего вообще. Чем больше это укрытие, да, тем лучше там держится тепло. Плюс, я повторю, что это пристенок, пристенок сам по себе всегда работает очень хорошо. И, опять же, на любом участке, в принципе, можно найти там либо вдоль забора, либо, опять же, не обязательно возле дома. У всех есть какие-то сараи, освободить там солнечное место под виноград. И вот так вот спасаться не только от заморозков, но и ускорять развитие виноградной лозы, если на то есть необходимость. Ну, тепличка у нас тоже достаточно хорошее такое развитие побегов. Уже скоро можно и к нормировке приступать. Вот, смотрите, какие. Ну, с теплицей чуть-чуть проще. Хотя, теплицей с поликарбонатом мороз не держит. Конечно, опять же, если это легкий, там, минус один на рассвете, какой часик или полчасика, то теплица выдержит. Но, если это такой нормальный морозик, достаточно длительное время, то теплица не выдерживает. Это уже, как говорится, проверено. Что будем делать в теплице? Ну, а что делаем в теплице? Закроем двери. Неделя ожидается пасмурная, неделя ожидается прохладная. Так что виноград тут не перегреется. На всякий случай я возле дверей, поскольку они все-таки не очень плотные, ставлю емкости с водой. Вода – это аккумулятор тепла. Насколько это сработает, я не знаю. Но мне будет спаться спокойней. И еще у нас здесь остается папа. У них рядышком участок. В случае чего будет подготовлен вентилятор. Он просто придет и вечером на ночь включит. Но если вентилятора у вас нету, и папа, который может подойти, и в тепличке что-то включить, то в таком случае много емкостей с водой. Я, опять же, в прошлом году говорила и рассказывала не раз в роликах. Тепличники используют, есть такой рукав лежебок. Черная пленка, по-моему, в районе 20 сантиметров в диаметре. Заливается туда вода, такой рукав расстилается. И вот это используют тепличники. Цена не такая большая, можно сделать. Ну, либо расставить много емкостей с водой и тепличку закрыть. В принципе, должно помочь, если у нас нет возможности на месте подъехать и что-то сделать. Потому что, опять же, такая возможность есть не у всех, не всегда. И я это прекрасно понимаю. Ну, а пока, повторюсь, мы подготовились вот так. Все здесь накрыли, там спокойно. Я знаю, что побеги могут расти без повреждений, да, достаточно долго. Остальное все пока под укрытием на втором участке. Будем смотреть прогноз погоды. Будет угроза, ну, значит, будем что-то делать, да, будем как-то прогровать. Ну, а может, и не будет. И еще раз прогнозы пока не точные. Показывают там буквально на рассвете небольшой минус. Конечно, небольшой минус на рассвете может повредить уже распустившуюся почку. Это факт. Ну, а там сам по себе теплее участок. Поэтому будем смотреть уже конкретно по тому участку. Мы смотрим прогнозы на Вентускай на уровне 5 сантиметров. Ну, и повторю еще раз. Адекватные прогнозы могут быть на 2-3 дня вперед максимум. Все остальное, это так, пальцем в небо. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку счет. Ссылка на каталог наших сортов, награды и наш контакт. До новых встреч!